А как люди попадают в этот хренинговый фонд? О, это называется хеджинговый фонд. Ты чё, типа самый умный? Нет. Чет, а ты знаешь, что тот великолепно считает в уме? Это нечто. О, Джимми, не надо. Умножь 52 на 77. Пип-пип-пип. 84 тысячи 304. А может, он выдумал ответ? Да нет, конечно, пап. У меня есть калькулятор в телефоне. Ну что, сколько будет? 94 умножить на 312. Пип-пуп-пупип. 29 тысяч 328. Хелен. Блеск. Ерунда. Ничего особенного. А у тебя в Раду китайцев не было? О, это несколько некорректно. Белая шлюха. Я открою. Мама, дорогая, вы должны быть Джимми. Ещё сексуальнее, чем на снимке в газете. Волосы развиваются от ветра, как у Тони Китейн, когда она ёрзала по машине в том клипе. Так. А вы, наверное... Дони! А что такое? Хрюндель обо мне не рассказывал? Хрюндель? О, ну в смысле... Торт Питерсель. Почему вы его так называете? Я не знаю, как это вышло. Где мои манеры? Я вам тут принёс... Подержите минутку, можете попить если хотите. Я принёс вам охренительный подарок. Вот, держите. Я заберу пивку. Вы прочтите, что там написано. Как винтить болт в темноте. Да! Как они додумались сделать это дерьмо! Это офигительно смешно! Я вам тут ещё музычку записал. Что тут за богатенький Буратино живёт? Нифига себе! Да. Тот, твой старикашка пришёл. Братва! Хелен, боже мой, простите меня. Ничего. Позвольте, я всё вытру, что... Нет, о-о-о, простите, она же ваша. Донни, ты? Что за фигня, чувак? Простите, это... Что ты здесь делаешь? О чём это? Я думал, твои предки умерли. Да, умерли. Причём давно. Он шутник. Мой старик. Мой старый дружище. С воплем! Братва! Да? Ну, может, ты представишь нас? Нет. Да? Да, хорошо. Это мой будущий тесть Джеральд. И его очаровательная жена Хелен. Да. Это брат Джейми Четт. Салют! Не надо... Это... Чёрт! Мне нравится её прикид. Кто это? Это мама моего босса Стива Долорес. Она уже проснулась. Так, так, теперь ясно, в кого ты такая красавица, Джейми. Да нет, мы не родственники. Да ну, правда? А жаль, потому что у вас офиге... Ну, в общем, грудь что надо. Ну, так вот. Джейми — это мой старый друг Донни. Твой лучший друг. Я его лучший друг. Твой лучший друг? Да, нет. Я ведь тебе рассказывал, мы познакомились... Ну и где же? Мы познакомились. Давай. Сейчас вспомню. Я спас ему жизнь. Нет, это не в буквальном смысле. Не-не-не-не, вот как это было. Я его типа из-под поезда однажды... Нет, это не так. Мой друг стоит вон там. Я его вижу. И он роняет буррито на рельсе. Я такой, ладно, с кем не бывает. А дальше этот дурень сигает вниз на рельсе. И пытается подобрать земли свой буррито. Короче, я вижу, поезд несется прямо на него. Парень в двух шагах от смерти не знает об этом. Я, блин, прыгаю за ним вниз, прямо на рельсе и даю ему пендаля под зад. А ну-ка, валя отсюда, приятель! И тут я понимаю, что эта штука сейчас задавит меня. Я вспоминаю, как мой инструктор по кунг-фу учил меня втягивать в себя диафрагму. Я вот так вот втянул ее в себя. И тут мимо меня проносится этот поезд и срывает с меня нафиг рубашку. Я открываю глаза, и чиксы смотрят вокруг и думают, кто это? Этот, мать его, самый мускулистый парень на свете. Все с ума там посходили от радости, естественно. Я расписался на паре сисик и с тех пор стал лучшим другом этого парня. За тебя, родной. Я просто поверить не могу, что никогда не слышала эту историю. А чего ты не купил себе другой буррито? Он же вроде упал в грязь. Хорошие вопросы. Это одна из многих вещей в этой истории, в которую трудно поверить. Доня, а где ты остановился? Он не останется. Нет. Да. Я не могу остаться, он прав. О, что за вздор. Пригласи его погостить у нас. Вы должны остаться. Он твой лучший друг. Вы его лучший друг. Я не буду спорить, это ведь чистая правда. Ты мой другастый друг, чувак, а ты, Джемми, станешь моим грудастым другом. Хорошая шутка, да? Правда? Самая шутка. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо.